Приветствую вас, друзья! В 2023 году на вооружение армии США будет принята новая тактическая ракета ПРСМ для пусковых установок Хаймерс и М270. Она должна будет заменить оперативно-тактические ракеты Атакамс с максимальной дальностью стрельбы 310 километров. Разработка новой ракеты была начата в 2017 году компанией Lockheed Martin. На тот момент в связи с требованиями договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в нее были заложены характеристики с максимальной дальностью полета 500 километров. За счет применения современных технологий новая ракета Precision Strike Missile в переводе высокоточная ударная ракета, а сокращенно ПРСМ, получилась меньше по габаритам, чем Атакамс, но при этом мощнее. В один пусковой контейнер, используемый для М270, Марс-2 и Хаймерс, помещаются две ракеты ПРСМ, в то время как в такой же контейнер помещается всего одна ракета Атакамс. Таким образом, Хаймерс сможет одновременно выпускать две ракеты ПРСМ, а М270 или Марс-2 сразу четыре таких ракеты. В военном бюджете США на 2021 год был заложен 1 миллиард долларов на производство первых 1018 ракет ПРСМ. Они начнут поступать на вооружение армии США в 2023 финансовом году, который начинается 1 октября этого года. Всего Пентагон планирует заказать примерно 3800 ракет ПРСМ. Из имеющихся данных можно узнать примерную стоимость одной ракеты, и она составляет всего около 1 миллиона долларов. На 2025 год запланирована следующая модернизация, в результате которой ракета получит новую головку самонаведения, благодаря чему она сможет поражать движущиеся наземные и надводные цели на расстоянии 700 километров. Вторая модернизация в 2027 году увеличит ее дальность полета до 1800 километров. Известно, что ПРСМ развивает скорость более пяти махов, то есть гиперзвука, что превосходит возможности по обнаружению системами типа С-400 и С-300. Поэтому ракета уже получила прозвище «убийца российского ПВО С-400 «Триумф». Кроме армии США, ракеты ПРСМ на вооружение в 2024 году получит и Великобритания. А в связи с таким большим количеством заказанных ракет Пентагоном, есть очень большая вероятность, что ныне стоящие на вооружении оперативно-тактические ракеты Атакамс, которых у США около 4000 единиц, начнут в большом количестве поступать в Украину. Также есть очень большая вероятность того, что США не упустят шанс испытать новейшие ракеты ПРСМ не на полигоне, а в реальных боевых действиях в Украине. И совсем скоро оккупанты будут очень удивлены, почему на таком большом расстоянии и при наличии С-400 у них взрываются корабли в бухтах. И как они пропускают ракеты, прилетающие по хорошо защищенным аэродромам и по Римскому мосту, который как раз таки и прикрывают С-400.